Ребят, ну кому как не мне рекомендовать вам такую прекрасную игру как World of Warships? Конечно же, это замечательная игра, которая приблизит вас к максимальной реальности и вы сможете почувствовать себя настоящим капитаном, будете участвовать в сражениях, играть со своими друзьями или в одиночку, использовать различные стратегии игры, различные суда военные, которые при сражениях также получают серьезные повреждения, это еще добавляет больше реальности, то есть графика на очень высоком уровне. И я вам советую подписаться, скачать приложение данной игры World of Warships и почувствуйте себя настоящим капитаном корабля. Для новых пользователей будет бонус 1500 таблонов. Хорошей игры, ребят. Ну а мы следуем на север. Ну что, вы на борту корабля. Мы находимся в экскаваторе. Это, наверное, только можно увидеть и услышать на моем YouTube-канале. Да, ребят, мы идем в шторм в Норвежском море. Блин, нам тут оставалось-то немножко, и что-то так раздувать стало конкретно, что погода-то ничего хорошего не сулит. Давайте высунем нашу голову. В общем, накатывает такая, периодический зыб. Захлёстывает периодически и в борта, а крышки заливает. Так вот, что я хотел сегодня вам показать, ребят. Экскаватор Синебоген называется. Кто-то уже, может, и работал даже на нем, знает. Но достаточно шустрый. Ну, в портах и ходят. Чаще всего в портах именно Синебоген и работают. На погрузке балка. Вот. Достаточно надежная техника. Сколько я знаю, производитель голландский. Ну, в принципе, сиденья, посадка вообще ништяковая, удобная. Вот. Ручки управления, в принципе, тоже, да, четко берешь. Удобно очень. Мониторы раз, два, три. Вот. Также педали есть. У нас сам экскаватор же еще вперед-назад ездит. Поэтому вот. То есть одна ручка у нас идет, да, это как, ну, стрела. Право-влево, да, вверх-вниз. И другая ручка, это уже сам ковш, да. Ковш тоже разворачивается у нас. Ну, и закрыл-открыл. Это как бы основное, что может наш сходную ездить. Вот педали, да, вперед-назад. Вперед-назад на этом судне. Допустим, на прошлом он еще мог ездить с борта на борт. На Вольво. Вот здесь немножко как бы попроще. Поудобнее даже, я бы сказал. Вот, вылет стрелы очень, очень, как бы, такой приличный. Да, будет, опять же, сравнивать с Вольво. Разница большая, ощутимая. То есть ему даже и не надо на борт, да, съезжать, в принципе, из-за этого он и стоит посередине. Потому что у него очень длинная лапа. Шумоизоляция, как видите, да, дверь даже немножко приоткрыта. Шумоизоляция хорошая, учитывая, что снаружи очень сильный ветер. Это, как знаете, тест-драйв автомобиля сейчас проходит, блин. Едем, едем, блин. И чувствуем спокойно. Конечно, когда заведен движок здесь, я думаю, немножко будет пошумнее. Ну, именно в данное время, в данную погоду вполне комфортно здесь находиться. Нет никаких лишних посторонних запахов. То есть он реально в хорошем состоянии. Да, смотри, шторки сверху, да, есть от солнца, чтобы не слепило. Также здесь шторка. Ну, все самое необходимое. Даже молоток есть. Но я так понимаю, это если, мало ли что, вдруг заблокируется дверь, нужно будет выйти тебе прям срочно. Не знаю, там загорится экскаватор, у тебя там заблокируется дверь, разбиваешь стекло и выпрыгиваешь с него. Закреплен он у нас, да, на цепях. Там с кормы, вот у нас сама платформа желтая. Там пины справа-слева, в общем, встает, он крепится. И еще дополнительно тоже цепи, ну, отсюда не видно. Колбасит, нет. Штормить-то так прилично. Прилично. Давно уже такой погоды не было. Ну, осень пришла, осень пришла и погоду не очень хорошую принесла. А нам еще на север двигаться, блин, сейчас вот в одном порту, потом в другой пойдем на выгрузку. Ну, а потом чуть-чуть на юг. Все равно это будет достаточно высоко, где-то 68-69 градус. Грузимся и потом уже идем на Antwerp. Там мы планируем, я и еще четыре человека меняться. То есть у нас достаточно такая серьезная смена. Вот, ребят. Ну что, также я хочу, что еще сказать? Ну, по экскаватору, в принципе, вкратце я вам все рассказал. Думаю, вам понравился обзор именно кабины. В принципе, на экскаваторе самое главное. Двигатели для механиков, наверное. А кабина – это место, самое приятное, откуда идет управление самим экскаватором. Все, спасибо за внимание. Это был обзор Синебоген Экскаватор.